Слушаю, говори. Игнать Тихонович, я вам там составила список в Ордовский. Да, я получил. Да, и вот эти проповеди ещё не сделаны. И братья, брат Вячеслав и брат Николай составили другой список. Там более тысячи проповедей. Я вам это тоже отправила. Надо проверить, чтобы они не... Повтора не было, главное. Главное, повтора не было. Труднее тогда будет там выбирать. Теперь я это делаю, и которые прислали 10, я дам только тем, кому не давал по 10. Вот. И отдельно даю им. А которые по 10, это отдельно, и там на проверку тогда ещё раз проверим. У нас хорошо избегаются. Спасибо, Христос, за труды. Игнать Тихонович, посмотрите, пожалуйста, ролик, который составил брат Николай. Вы сможете в этой таблице разобраться? Или вам присылать видео в формате Word? Вот в формате так и есть. Вот как сейчас есть, потому что я буду раскидывать. Николай что нашёл? Только видео нашёл. Нет, брат Владимир, можно тебе на минуточку? Я там прислала таблицу Игнать Тихоновичу, составленную Excel. Сделали это брат Вячеслав и брат Николай. Там много очень проповедей. Но я сомневаюсь, что Игнать Тихонович не разберётся в этой таблице. Можете открыть, посмотрите, он разберётся в ней или нет? Не знаю, я разберусь ли я ещё в этом отношении. Ну там ещё видеоинструкция. У меня вопрос, присылать видео для рассылки в Word или в Excel? Ну вот, которые мне прислали. В Word, конечно. Теперь кто меня только за... Вы не знаете, что такое Excel, я тоже не знаю. Лучше в Word, конечно. В Word? И когда меня кто-то запрашивает, я им это буду прикидывать. Но только тем, кому не давал по 10. Те работают по этим. А это их всё равно надо, я буду напоминать, чтобы они проверяли, нет ли повторов. Бережим. Не доверяйте. Игнать Тихонович, вы мне прислали проповеди на проверку, но я безграмотная. Как я их проверю? Ну как проверю? Так и говорю, вот это проверила, там где-то знаки выставила, слова выправила. И мне скидывай по одному. А я их в отдельную уже буду... Она говорит, я безграмотная. Как я буду проверять ваши проповеди? Ничего неграмотная-то, ну. Ну я в школу не ходила ни разу, ни одного дня. А тебе, Владимир Павлович, ты не можешь помочь по грамотности? Ну вот чуть ли не надо обращаться, Владимир Павлович. Ну так рядом. Сейчас давайте посмотрим, скажи мне. Мне надо, скажи, сделать, и большое дело заделано-то. Попробую. Ну вот так, попробуй там. А Елена-то, она же грамотная? Да, она грамотная. Ну вот попроси, скажи, такое дело, скажи, все сделала правильно, но не нужно синтаксис, морфологию там, все это. Хорошо. Хорошо, Игнать Тихонович. Все, да? Ну все равно посмотрите видео, которое брат Николай снял. Он попросил вам переслать и вот эту таблицу. Сделать вот как вы скинули, которые я, допустим, давал. Там одновременно название и адрес ее интернетный. Там только вы нажали, уже работаете. Вот это надо. Вы так хотите, да? Только так все сделаете. Даже мне не показывать остальное. Хорошо. А я вам разве не скидывал, которое у нас было здесь, свои? Скидывали, да. Ну все, там прямо название и адрес интернетный. Больше ничего не надо. Я человеку скидываю, он сразу заходит, пошел работать. Хорошо. А поговори с сетей Леной-то. Хорошо, я поговорю, она завтра как раз придет. Вот и все. Скажи, все правильно, еще не надо, я узнаю. Ну скажи, нужно. Нужно готовим большой материал, очень. Это будет, наверное, шеститомник. И каждый том будет 1100 страниц. Хорошо, Игнатик. Ну я тебе благодарность приношу. Я вам благодарна. Ты хороших, наверное, хороших нашла людей, которые работают. А тут-то, сейчас я скажу его, кто, подожди-ка. Вот он мне просто захватил всю работу. Я его отдельно выставил, это Бояльски. Ага. О, вот работает. Молодец. Игнатик Тихович, он после ваших проповедей подключился в основную группу на молитву и занятия. Представляете, чудо какое. Ну все как будет. Ну ты на лето-то думаешь к нам приехать, нет? Думаю. А ты поговори, чтобы Владимир Павлович с Еленой приехали. И они у нас отдохнут. Я им отдельный домик дам, дома дам отдельно. Вместе питаться будете, купаться, ловить рыбу. Уговори. Скажи, пока есть возможность. А то, мало ли еще. Ну, да. Скажи, вас никто не обидит. Никто подозрительным взглядом на вас смотреть не будет. А уважительным. Хорошо. И вы тем более батюшку знаете. Придете в другой раз в храм. Никто не заставляет. А потом в конце жизни вы поймете, какое благо упустили. А так у вас по мере возможности. Хорошо. Да, да, да. Нам ничего не надо. Остальное мы здесь разберемся. Если нужен чистый мед, скажи, получите здесь своя пасека там в соседней деревне у нас. Чистый мед. Вот, вот поехал Виталий, он 54 килограмма увез. Угу. Вообще. Вот так. Так что у нас тут можете каждый день брать, скажи, прямо из-под коровы молоко, сливки, все. Для еды у вас, если вопросов не будет. Сами сряпаем хлеб. Ну, купить там придется, сложиться, муку купить. Да. Для него это еще стоит еще. Конечно. Ну, все, отошел. С Богом. Давай, с Богом жду. Благодарю. С Богом.